Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью. С начала лета в нашем городе на территории Толстовского дворика Центральной городской библиотеки реализовывался проект «Территория там», который выбрал в конкурсе президентского фонда культурных инициатив в 2022 году. Сейчас подробнее поговорим об этом проекте. У нас в гостях Елена Толкунова, заведующая отделом специальных проектов и культурных программ Центральной городской библиотеки, и Родион Беликов, руководитель литературного направления проекта «Территория там». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, я уверена, что каждую субботу проходили какие-то мероприятия на территории Толстовского дворика. Я уверена, что многие севастопольцы успели поучаствовать. Кто-то, может быть, просто мимо проходя слышал, что какое-то мероприятие происходит. Давайте немножко подробнее познакомим тех зрителей, которые еще не успели узнать о проекте. Елена, расскажите немножко про его идею, как он получился, организовался и так ли все вышло, как вы ожидали. На самом деле идея проекта заключена в названии «Территория там» — это аббревиатура «Там творческой активности молодежи». Соответственно, основной костяк этого проекта — это серия творческих лабораторий под открытым небом, которые как раз были организованы на территории Толстовского дворика. Мы стартанули 4 июня, и все 17 суббот до 24 сентября, каждую субботу, мы выходили на площадку с той или иной лабораторией для творчества. Эти лаборатории включали в себя пять основных тем. Первая из них — театральная, медиа-суббота, музыкальная суббота, неформат — это художественная лаборатория под открытым небом. И пятое направление — литературное направление, потому что мы все-таки помним, что мы находимся в Толстовском дворике, который принадлежит Центральной городской библиотеке Льва Николаевича Толстого. И, собственно говоря, без литературы мы никак не видим себе наполнения площадки в летний период. Каждая из таких лабораторий — это многоформатная площадка, на которую мы приглашаем людей, менторов, которые разбираются в тех или иных направлениях. И эти люди делятся своим мастерством. Если мы, допустим, возьмём театральную субботу, то, естественно, на нашей площадке выступают люди, которые занимаются театральными вещами. Это актёры, которые могут рассказать о том, как делать профессионально-театральный грим. Это коллективы, которые могут преподнести различные театральные техники и театральные эксперименты на площадке для гостей. В формате мастер-классов? В формате мастер-классов либо иммерсивных театральных постановок. Вот, допустим, театр «Плейбэк» — это такая форма импровизации, когда любой гость может выступить режиссёром собственной театральной постановки. И команда из четырёх актёров прямо здесь и сейчас воплощает задумку, личную историю этого гостя в спектакль под открытым небом. И чаще всего развязка этого спектакля, она, собственно говоря, удивляет и самого автора, и команду, и возникает на площадке такое тёплое комьюнити, да, тёплое отношение между зрителями и ведущими мастер-классов. — Действительно интересный такой экспериментальный формат, и это вот только частичка, да, театрального направления. Я так понимаю, что одним из основных, как вы сказали, было литературное направление. Вот, может быть, Родион как руководитель этого направления. Расскажите подробнее, что включало, может быть, у вас тоже какие-то экспериментальные были направления? — Да, мы задействовали на литературном направлении. Формат «Литературный слэм» — это не совсем стандартный литературный вечер, в котором никто не чувствует себя лишним. То есть поэты читают для зрителей, а оценивают поэтов сами зрители, случайным образом выбранные из гостей, пришедших в зал. Мы играем с ребятами обычно в эту игру в три тура, и в каждом туре юри меняются для того, чтобы это было непредвзятое отношение, чтобы никто не протаскивал своих кандидатов. А последним туром является импровизация, в которой ребята должны за 15 минут на заданную тему, которую им сообщают уже перед финалом, непосредственно сочинить стихотворение. Благодаря этому формату у нас получилось не только выйти на большую площадку и показать людям, познакомить разные возрастные категории с таким вот действием, но и объединить несколько городов, в том числе Евпаторию, Симферополь и Севастополь под одним мероприятием. Это всё молодые поэты, которые сейчас только начинают свой путь. Кто-то начал раньше, кто-то позже, кто-то уже публиковался, кто-то нет. Но благодаря территории там получилось всех их объединить в такую большую команду, и из этого выросло что-то большее. То есть теперь ребята ездят друг к другу в гости, они участвуют в разных мероприятиях. И вот площадка там, получается, зародила новую хорошую традицию в городе Севастополь. То есть со всего Крыма к вам едут авторы, это вообще очень здорово. Ильин, вот когда вообще задумывали этот проект, ожидали, что таких масштабов всё достигнет? Каким видели его изначально и получилось ли реализовать это? На самом деле, когда ты проводишь какой-то проект впервые, идея, она у тебя в голове. Но жизнь вносит свои корректировки. И то, что тебе кажется как автору проекта интересным, современным, востребованным, на самом деле, может быть, не всегда и совпадает с реальностью. Тем более у нас территория творческой активности молодёжи. Молодёжь вообще очень такая сложная целевая аудитория, потому что они очень избирательны. Они очень реагируют на рекламу своеобразно. То есть у них свои вкусовые предпочтения. И чтобы заинтересовать именно молодёжь и заинтересовать молодёжь прийти летом в 6 вечера в Толстовский дворик, а не куда-то там на молл. То есть нужно было им предлагать какие-то варианты активностей. И эти активности, они должны были быть сформированы из того, на что идёт молодёжь в городе Севастополь. Ну, мы понимали, что мы не на пустом месте, во-первых, начали. В библиотеке реализуется ряд форматов, которые в том числе ориентированы и на молодёжь. Мы хорошо очень понимали, что серия мастер-классов, допустим, по декоративно-прикладному творчеству, это то, на что люди в течение года шли даже за деньги. То есть на такие коммерческие услуги в стенах библиотеки. То есть мы предложили людям прийти и бесплатно получить такие классные вещи, как мастер-класс за гончарным кругом. Ведь это то, что многие хотели попробовать, но не знали, допустим, где. Либо это очень дорого. А у нас прям под открытым небом три субботы отстоял мастер-керамист, у которой была настоящая очередь из людей. И те, которые не успевали, они говорили, когда у вас следующий гончарный круг. Либо это мозаика из стекла. То есть тоже такое направление, которое, ну, всё, что касается каких-то таких тонких вещей, и вот сделать что-то своими руками, на самом деле это пользуется популярностью. Естественно, молодёжные концерты под открытым небом – это то, что проходит на площадках городских, но не в таком немножко формате, как у нас. То есть мы создали сцену для свободного самовыражения. Единственное правило территории творческой активности молодёжи – это то, что мы вне политики, вне межнациональных расприй, вне каких-то конфликтных ситуаций. Мы с позитивом, добром за творчество, за самореализацию. И, собственно говоря, поэтому мы предоставляли возможность на сцене выступать как коллективам, которые профессионально этим занимаются, молодым коллективам, так и людям, которые только пробуют и начинают. И они очень хотят выступить, очень хотят показать своё творчество для своей публики, пригласить друзей, родителей. И, собственно говоря, посмотреть и на себя со стороны, и на других людей со стороны. И поэтому вот таким образом мы формировали команду проекта. И случилось так, что уже к финишу проекта у нас порядка 60 менторов, мастеров, которые умеют, знают что-то и готовы этим поделиться. Они вошли в проект и работали с гостями. И если брать именно активную часть, не только зрительский состав, который мы совершенно не ограничивали, вход на площадку всё лето был абсолютно свободный, никаких возрастных цензов мы не делали. Но вот люди, которые были заняты в активности, это тоже порядка 600 человек. Это достаточно хорошая цифра. Поэтому я думаю, что мы, конечно же, предусмотрели те моменты, которые будут наиболее популярными. Я вот о них рассказала и немножко хотела рассказать о том, что на самом деле не так востребовано в нашем городе. Допустим, мы поняли, что всё, что связано с блогингом, блогосферой, созданием цифрового контента, какими-то фотоэкспериментами, это всё-таки такая узкая направленность. Как ни странно, да? Хотя вроде цифровизация. Да, но, видимо, город немножко вот в других реалиях живёт, по другим правилам живёт. И люди, которые в этом поле находятся, это либо их профессиональная деятельность, и они уже очень многое знают и умеют, либо те, кто хотел бы, они недостаточно социализированно активны. То есть они испытывают страх, что им нужно прийти, например, на мастер-класс по фотографии, а вдруг там что-то не получится, а вдруг или там мастер-класс по ораторскому мастерству, или мастер-класс по написанию стихов тоже. Такое узкое направление. Мы понимаем, что есть вот плеяда поэтов, да, вот их приехало 15 человек, они все читают. Читают так, что даже люди, которые с опытом, которые приходят посмотреть на молодое поколение авторов, у них идут мурашки по коже, они говорят, «Боже, как это здорово! Мы не знали, что наша молодёжь, она умеет так писать и умеет так доносить свои смыслы, свои мысли». И вот про невостребованные форматы, конечно, то, что нужно раскрыться, душу раскрыть, да, какие-то такие вот активности, связанные с личными навыками, там, это было гораздо сложнее. Ну, может быть, всё впереди как раз, когда проект будет развиваться, может быть, и люди будут вот с большим доверием относиться. Кстати, интересно, что вы говорите, что молодёжь была не только среди зрителей, да, и гостей, но в том числе объединила вот творческую молодёжь в качестве как раз менторов, участников, да, которые представляли, наоборот, свои таланты. Вот, кстати, Родион, расскажите, как вы молодёжь тоже, может быть, к себе приглашали, зазывали среди этих 15 поэтов? Как много было молодых людей? Это очень была кропотливая работа. И в дополнение того, что сказала Елена, хочу сказать, что самое интересное, что все эти талантливые люди, они не являются теми какими-то лауреатами конкурсов или кем-то ещё. Это люди, которые в обычной жизни, например, один из поэтов в обычной жизни продаёт струйматериалы, другой человек — это инструктор в автошколе, третий — репортер тоже в одном из изданий Крыма, как бы. И это все люди, для которых это не что-то целевое, а это их хобби, просто то, чем они отдыхают. И дружба между Симферополем и Севастополем завязалась очень внезапно, потому как я тоже являюсь участником литературных слэмов, и ребята меня пригласили к себе. Таким образом мы смогли объединить набирающее движение моду, набирающее количество людей севастопольское движение и уже более мощное Симферопольское. И таким образом получилось, что все от этого выиграли, как бы. И плюс то, что нам дала территория там, это то, что о формате узнали многие люди, и люди действительно стали приходить. То есть для них это было интересно. Это не просто вечер, на котором все читают стихи, а вечер, на котором каждый принимает участие. И если в первый из вечеров люди стесняются брать в руки оценки, стесняются ставить баллы, то в следующий раз, когда они приходят, и они знакомы с форматом, они уже с большим интересом, и они приводят с собой друзей. И это объединяет очень большое количество людей разных возрастных категорий. И вот это вот, наверное, и есть самое интересное, что ни молодежь, ни люди, которые старшего поколения, они чувствуют себя разными. Вот, например, последний слэм выиграла девушка из Симферополя, которой только 14 лет. Она приехала, она просто покорила Севастополь своими стихотворениями и выиграла этот слэм. Хотя, когда я ехал, у меня распорядок в голове был абсолютно другой, так как я знаю этих ребят. А эта девушка приехала и вот просто смогла с первого раза, это был первый в ее жизни тоже слэма, она приехала и выиграла. Это здорово, что новые форматы, в том числе вот в жизни севастопольцев, появляются, узнают что-то новое. Может быть, кто-то заинтересуется и только захочет первые шаги сделать вот уже в поэтическом искусстве. В этом и тоже плюс данного формата, потому что мы никому не запрещаем выходить на сцену, за исключением людей, которые там, вот как сказала Елена, у нас есть определенные правила, в том числе и в стихотворениях, темы, которые мы не затрагиваем. И, то есть, мы это обговариваем с участниками, но мы не ставим возрастных рамок. Если человеку 14 лет, и он хочет выйти и побывать в одном слэминг, скажем, с известной не только в Москве Софией Ежовой, которая была, то мы абсолютно не против, как бы. И это, наоборот, круто, когда в одном мероприятии могут принимать участие именитые поэты и те, кто только начинают свой путь и учиться друг другу, у друг друга чему-то. Вот действительно проект, получается, объединен представителей разных возрастов. Вот, Елена, как Вы замечали, по-разному ли люди относятся к искусству, воспринимают искусство в разном возрасте, в разных поколениях? Ну, безусловно, нельзя сказать, что все абсолютно одинаково смотрят и на активность, и на искусство. Есть определенные нюансы, да, есть определенные ожидания у более взрослых людей, и есть еще ведь понимание атмосферы места. И если мы находимся в Толстовском дворике около прекрасного здания в классическом стиле, и к нам приходят, допустим, люди старшего поколения, естественно, то, что они немножко первое время дезориентированы, и они не понимают, почему вот на одной площадке сейчас идет литературный слэм, потом начинается ораторское мастерство, а заканчивается все вечером вальса. То есть это такая коллаборация, которая, может быть, вначале немножко смущала людей. Но я вам могу сказать, что буквально после последней субботы нам очень помогали на площадке волонтеры, и один из волонтеров, это мужчина как раз в возрасте, и он говорил, вы знаете, я с вами с июня месяца, с вашей первой субботы, мы каждый день сюда приходим, каждую субботу, и нам очень нравится. И много таких вот, что поддерживает организаторов всегда, это много положительных отзывов. Когда к тебе на площадке подходят люди и говорят, слушайте, спасибо вам большое, мы так здорово провели время. И точно такая же обратная связь идет от тех людей, которые выступают менторами, потому что они знакомятся друг с другом. И вот, допустим, у нас был танцевальный флешмоб «Зажигайся в цифровой вселенной», который проводила команда по буги-вуги, а потом зашли контемпщики, и мы позвали буги-вуги познакомиться с контемпщиками, и они стали ходить друг к другу на мероприятия, а потом мы еще пришли на брейк-данс, и стояли, и хотели очень попробовать себя в брейк-дансе. То есть эти люди, они работают в одном городе, каждый продвигает свое направление, но у нас на площадке они знакомятся, и у них завязываются вот эти вот дружеские связи, которые, возможно, впоследствии перерастут в какие-то другие проекты. Возможно, Севастополь подаст вот общей вот этой коллаборационной силой. Они создадут какой-то танцевальный проект, подадут его отдельно на грант, и сделают какой-то летний марафон, просто танцевальный марафон крутой, да. И зародилось это все здесь. Да, допустим. И точно так же вот сейчас у меня, например, остро стоит вопрос с тем, что будет дальше. То есть мне мастера, которые работали все лето на площадке, они меня сейчас уже спрашивают о том, а как дальше. А действительно, какие планы? Ну, во-первых, мы всем абсолютно рассказываем о том, что несмотря на то, что летний сезон, он официально будет завершен 24 сентября, но библиотека работает, вход в библиотеку свободный. Поэтому если у мастеров будет желание переформатироваться и на время зимних наших дней предлагать людям услуги по организации тех или иных мастер-классов, делиться опытом, звать людей, то мы абсолютно открыты для этого. И, ну, библиотека уже работала в этом направлении. Может быть, конечно, за лето мы усилили и партнерскую базу, и перечень тех мастер-классов и тех активностей, которые мы можем предлагать. Вот будем смотреть, как мы будем двигаться дальше. Я думаю, что и под крышей, и библиотеки центральной, и наших модельных библиотек, где сейчас тоже активно развиваются пространства, каворкинг-центры и так далее, где очень хорошая база, ресурсная, да, сама площадка, она подразумевает проведение таких разноформатных мероприятий. Мы с радостью будем ждать всех талантливых людей и в стенах библиотек тоже города. Вот, кстати, Родион, вы как один из организаторов такого творческого проекта. Насколько нужны такие площадки открытые, куда можно и позвать, да, гостей, и вот просто приходите, здесь все будет, и самим поучаствовать. Нужно ли больше? Мне кажется, это очень важно на самом деле, потому что если брать, ну, даже сугубо направление, которое касается меня, очень классно, что многие люди узнали о том, что это такое. Для человека, простого обывателя, который, например, ну, не интересуется особо литературой, проходя мимо афиши, там, с названием «Литературный слэм», ну, возможно, он не заинтересуется и не будет там. Но когда это площадь Ушакова, когда это центр города, когда играет музыка, привлекается внимание интересными мастер-классами, и люди просто, проходя мимо, останавливаются и остаются на весь вечер, остаются сидеть два часа, а потом еще остаются на концерт ветеранов Черноморского флота, ты понимаешь, что вы все это делаете не зря. И если люди сидят до десяти вечера, и были бы мы там дольше, они были бы там тоже дольше, и, ну, то есть, нету такого, чтобы площадка была пустая, я думаю, тут результат говорит сам за себя, что это направление нужно развивать, и в первую очередь для того, чтобы знакомить людей с незнакомыми форматами, потому что завтра, допустим, наступит осень, люди, узнав столько нового, и чего происходит в городе, уже могут единично выбирать по нашим филиалам, или в целом по городу, те форматы, которые им понравились, и уже посещать их отдельно, как бы в зимнее время, чтобы там не ждать следующего летнего сезона. Поэтому, думаю, безусловно, это направление нужно развивать, и просто знакомить город с тем, что мы живем в 21 веке, и много всего интересного происходит, и, может, если название формата незнакомо, это не значит, что он неинтересный. Действительно, культура шагает вместе с нами. В 22 году она остается востребованной и актуальной. Остается только сказать вам большое спасибо за то, что развиваете эти направления в нашем городе, пожелать удачи, чтобы все получилось со следующими задумками. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях была Елена Толкунова, заведующая отделом специальных проектов и культурных программ Центральной городской библиотеки, и Родион Беликов, руководитель литературного направления проекта «Территория там». Это была программа «Актуальное интервью». Мы с вами увидимся в эфире телеканала НТС. До свидания.